Одним из основных направлений социального служения Русской Церкви является развитие добровольческих движений, в том числе и организация приходских сестричеств. На территории Новороссийской епархии успешно работают более ста сестер милосердия в семи организациях. О развитии волонтерского движения и значении милосердия говорили в Геленджике за круглым столом, посвященным социальному служению. В читальном зале библиотеки Геленджикского дворца культуры собрались студенты. Для них был организован круглый стол, на котором молодым людям рассказали о социальном служении и развитии добровольческого движения «Сестер милосердия». Во всякие времена есть люди, которые нуждаются в помощи, в поддержке. Есть люди, которые хотят делиться своим теплом, энергией, временем. Мне кажется, что вопрос, наверное, не в том, актуально это сегодня или нет. Скорее в том, насколько важно это сестерское движение организовать и вовлечь туда, дать возможность людям участвовать в нем. О развитии добровольческого движения с ребятами поговорили сестры милосердия Геленджикского православного Елизаветинского сестричества. Оно существует в Благочинии совсем недавно, но нашло отклик во многих сердцах. Социальное служение не оставляет без внимания и администрация города и края. Милосердие – это такое всемъеблющее понятие. Милое сердце, доброе сердце, щедрое сердце – все это воедино сливается в помощь людям, которым эта поддержка больше жизни нужна именно сейчас и именно здесь. Если человек сильным духом, он обязательно найдет материальную подспорную, материальную помощь среди таких же людей, как он, среди людей добрых сердцев. Поэтому такое мероприятие, мне кажется, поможет не только нам, взрослым, заново переосмыслить какие-то главные человеческие ценности, но прежде всего обратить внимание на это детей, детей, за которыми стоит будущее России. Круглый стол помог студентам подробнее узнать о добровольческих движениях, о направлениях работы социального и апархиального отдела и о самих волонтерах. Ребята задавали гостям много вопросов и проявили живой интерес к обсуждаемой теме. Анастасия Локтенова, Алексей Дроздецкий. Пресс-служба Новороссийской епархии.